Добрый день! Сегодня у нас необычный выпуск, потому что он посвящен особому дню, дню Победы. В одних странах его отмечают 8 мая, потому что 8 мая была капитуляция Германии, в других 9 мая. Мне помнится реакция моего отца и его друзей-фронтовиков. Для них это не был день военной победы, марши, салюты, громыхания речей. Для них это был день поминовения. Они вспоминали тех, кто не дожил до конца войны. Во многих семьях хранятся фотографии той поры. Фотографии, сделанные в годы войны, непосредственно в годы войны, это уже, в общем-то, редкость. Я хочу показать две фотографии из архива моих родителей. Обоих уже нет в живых, а фотографии живут. Вот эта фотография относится как раз к этому самому дню. Она из архива моего отца. Видите, угол у нее опален, уж не знаю каким пожаром. И потрескалось кое-где, и уголок оторвался. Но фотография бесценная. Берлин, Рейхстаг, 2 мая 1945 года, 2 часа 20 минут. Я знаю, отец не был там в это время, он был в Австрии. Но кто-то из его коллег, военных журналистов, ему передал и сообщил, когда и где была сделана фотография. И эта фотография не из разряда как раз парадных. Тут война какая она есть. И фотография прекрасный символ катастрофы, которая постигла Германию. Разгромленный Рейхстаг, дыры вместо окон, проломы, какие-то повозки, телеги, наваленные перед входом. И сбоку, видите, в левом углу, группа советских солдат в шинелях. Вторая фотография. Это фотография из архива моей мамы. Она сделана в эвакуации, в Бурятии. Я предполагаю и даже уверен, что это 1942 год. Вот эта группа местных ребят. Они заканчивают школу, парни, девушки. Моя мама эвакуированная. Она сидит справа, черноволосая девочка, улыбается. Рука в закатан до локтя. А на заднем плане, в соответствии с этикетом, стоят ребята. Я спросил ее о судьбе этих юношей. В следующем году они отправились на фронт. До фронта они не доехали. При приближении в эти места, на поезд, в котором они двигались, был авианалет немецкой авиации. Поезд разбомбили. И они все погибли. В сущности, не начав жить. Я не знаю, есть ли кто-то, дожил ли кто-то из их родных, чтобы вспомнить их имена. Поэтому я это сделаю. На обороте карандашом написано. Борис Корягин, Вовка Петров, Женька Цыпулин, Ленечка Сковорода, Володька Рябенко, Володька Захаров, Олег Петров. Вот такие фотографии хранятся в нашем семейном архиве. Эти рубрики нет в наших обычных программах. Но сегодня она появится. Для нее очень хорошо подходит оборот из песни, который время вынуждает переделать. День Победы, как он стал от нас далек. Я попросил нескольких русалинцев вспомнить, что они делали 9 мая, где они были, что врезалось в память. И они очень живо отреагировали. Посмотрите. День этот очень памятный. Мы оказались в эвакуации в маленьком городке Калининской, ныне Тверской области, в старинном Весегонске. Я учился в 9 классе. И ничего не знал о том, что кончилась война. Хотя мы каждый день ожидали вот это замечательное сообщение, потому что были уже в Берлине, освободили Чехословакию. И вдруг на машине в Вильнис, а эта машинка принадлежала генералу Афонину, сын которого приехал с фронта и поступил к нам в 9 класс. И он на этой Вильнисе объезжал всех учеников, собирал в класс для того, чтобы попраздновать вот этот День Победы, о котором он узнал из телеграммы своего отца, ныне генерал-полковника Афонина. Ну, конечно, было не до уроков. Все плакали и от радости, и от горя. Оказалось, что у четырех наших учеников не вернулись с войны их отцы и братья. 9 мая 1945 года. Конечно, московский мальчишка должен быть обязательно в центре этих событий, праздничных событий на Красной площади. Мы с приятелем побежали при подходе в Манежную площадь. Вся была запружена людьми, и, наконец, мы уже на Красной площади. Ну, ликующий народ и прожектора скрестили свои лучи, а где-то в небе над Красной площадью мы видели арастат с красным знамением. Ну, были потрясены этим ликованием, этим шумом, подбрасыванием военных в воздух. Мы бегали от одного конца к другому, к историческому музею. Везде мы успевали, танцуют люди. Все это запечатлелось в памяти просто необыкновенно. А самое для мальчишек все важно, все интересно. Стоят прожекторные машины, направляют лучи свои в небо, мы торчим. Интересно, что было движение частных машин, просто легковых машин. На них народ залазил, облеплял окна. Но все водители спокойно к этому относились. Ну, вот я, конечно, у меня меньше впечатления, чем у Миши Фельдмана. Я был меньше ростом, меньше возрастом и меньше соображал. Ну, меня понес папа на своих плечах, на Красную площадь. И я увидел такую деталь, которую я не заметил в Миши Фельдмане. В небе был портрет страны. Люди кругом кричали, вопили, смеялись. В общем, все торжествовали. Действительно, подкидывали каждого военного в воздух, потому что победители. Потом я узнал, что один человек, который меня заинтересовал, такой крупный мужчина, его подкидывали в воздух, отбывали, а не точно причудился. Я ему потом через много лет рассказал, что я увидел на Красной площади. И довольно долго мы с папой там гуляли. Какие еще могут быть воспоминания у человека в пять лет? Меня интересовали конфеты, разбрасывали, давали. Ну, я как ребенок, естественно. Я даже не очень понимал, что кончилась война, что скоро придут мои родственники, воевавшие во время войны. Некоторые не придут уже никогда. На войне погибли мой дядя, журналист Исаакко, и мой двоенный брат, младший леди на антартилире, погибший в Польше. Сегодня я хочу сообщить вам об одном очень выразительном эпизоде, который случился с моим отцом и с его фронтовыми товарищами. Но их уже никого нет в живых, они об этом не расскажут. Это были, видимо, уже 70-е годы. И фронтовики съезжались в Москву на 9 мая. Мы были единственной семьей, которая жила в Москве, и поэтому сначала в нашу коммуналку, в комнату, они устраивались, приезжали, устраивались, располагались. Чудесные люди, самые разные люди, совершенно разные. По происхождению, по уровню, который они занимали в советской жизни, по образованию, по месту, где они жили. Абсолютно разные. И все они представляли замечательное, сплоченное единство. И вот они пошли с 9 мая в парк культуры. Он был разбит на фронты, фронты на армии, армии на дивизии. И они стояли на той аллее, где должны были собраться ветераны их дивизии. Собралось человек 20. Подошла женщина и говорит «Вы знаете, много лет я собиралась сюда прийти. У меня брат служил в большой дивизии и погиб. Я хочу найти кого-то, кто его знает, кто его помнит, кто, может быть, сумел его запомнить». Называет фамилию. Нет, никто не помнит. Имя. Никто не помнит. Он говорит, был высокий, красивый парень. Вот фотография. Нет. Нет. Ну как же. Он еще на баяне замечательно играл и пел. Нет. Никто не может его припомнить. А когда он служил? А он говорит, с самого начала был в вашей дивизии. Он погиб зимой 41-го года. Только начался 42-й год. Он говорит, милая, так этих никого в живых нет. Вы уж не найдете никого. Потому что номер-то дивизии живет. А солдат убивает. Присылают новых. И дивизия доходит до победы. Но только тех, кто ее делал, в ней уже нету. Вот такая история. И даже рубрика «Между двухторечий» сегодня ложится в эту программу. Вы услышите, как израильтяне поют песню, одну из самых популярных песен периода Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. У нас есть раздел «Назад» в 43-й. В 43-й, потому что 70 лет назад – круглая дата. Сегодня мы изменим этой традиции. Назад в 45-й. Посмотрите, что происходило в разных частях света в эти дни, 8-го и 9-го мая. Теперь мы начинаем с ними оIT на 준ах. Отечественной войны. В 4-й. Продолжение следует... Продолжение следует...